Очередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло под председательством главы Десногорска Андрея Шубина. На повестке дня вопросы о мерах противодействия коронавирусной инфекции и ее профилактике на территории города. У нас за прошедшую неделю произошло ряд существований. Есть вопросы, которые необходимо нам обсудить и принять решение. Главное событие последних дней – в Десногорске зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Человек с признаками ОРВИ прибыл в Десногорск из другого города на своем личном автомобиле, почувствовал недомогание и обратился в инфекционное отделение медсанчасти. Там он был изолирован в отдельную палату. Позже тест на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат. В данный момент пациенту оказывается вся необходимая помощь. В учреждении были уже заранее готовы к подобному развитию событий. В связи с тем, что во всей стране, во всех лечебных учреждениях развертываются койки инфекционного профиля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в связи с приказом министра здравоохранения в нашем учреждении также разворачиваются такие койки. Продолжается работа с теми, кто находится на самоизоляции. В первую очередь это пожилые и приезжие из других стран. Далее контролируем работу автомобильного транспорта совместной, с администрацией, самостоятельно мы выезжали уже. Проводили рейдовые проверки по исполнению управляющими компаниями, соблюдение уборки. Кроме того, ведется работа с горожанами, которые до сих пор не воспринимают угрозу пандемии всерьез. Проходит сейчас на сегодняшний день, пока разъяснительная работа, чтобы не привлекать к административной ответственности. Пока мы это не делаем, пока предупреждают. Штрафы там, кто читал новый административный закон, начинаются от 15 тысяч. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям будет проходить еженедельно до конца апреля. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.